Вот поработается, откройте. Вскройте быстро. Разговор наш будет найти не характер анализа фильма, это сделать невозможно. У меня впечатление, что скорее можно анализировать фильмы Тарковского. Почему, говорю, что не свойственны для себя роли, поскольку вообще режиссер не обязан заниматься анализом фильма. Если ему нравится что-то, то нравится безотчетно. И как только начинается внедрение в структуру фильма, так как бы целостность художественного произведения начинает разваливаться. И так часто бывает, когда нравится фильм, приходишь смотреть его второй раз, и вдруг понимаешь, видишь, как он сделан, он начинает рассекаться на части. И это говорит только о том, что фильм значит искусственно сконструирован. У меня несколько любимых фильмов. Один из них, в прошлый раз я говорил, фильм «Аталанта» Жанна Виго и три фильма «Атара и Ассилиани» из его грузинского цикла. Как мне представляется, фильмы, сделанные за рубежом, они, вероятно, сделаны, может быть, на более высоком уровне мастерства чисто кинематографического и умения кинематографического. И, может быть, это требует вообще западный кинематограф. Но мне кажется, что той духовной силы и целостности, которой обладают его грузинские фильмы, в тех фильмах нет. Хотя, повторяю, они сделаны на высоком уровне, особенно фильм «Охота на бабочек», который имеет очень много перекличек с грузинским циклом. И вообще ощущение такое, что «Атара и Ассилиани» за рубежом снимают грузинские фильмы только на другом материале. Но что-то утеряно. Что, я не могу понять. У меня ощущение, что сам режиссер тоже, вероятно, это чувствует. Но, и думаю, что чувствует, что вместе с приобретением возможности снимать кино что-то такое ушло. Я не видел первый... Я не видел диплома «Атара и Ассилиани». Читал, что у него есть документальный фильм, по-моему, «Чугун» называется. Я не видел этот фильм. Был еще один фильм, кусочек, который я как-то хватанул по телевидению, но не полностью. Я видел и почувствовал какие-то переклички с испанским кинематографом и с Буниелем. Но мне кажется, что первый подлинный фильм, абсолютно зрелый, абсолютно фильм, сделанный человеком с чувством собственного достоинства, без всякого желания подделаться под политическую конъюнктуру, а если говорить о сегодняшнем времени, то под кинематографическую конъюнктуру, которая приобрела сегодня масштабы невиданные. Это, безусловно, фильм листопа. Но странное дело, я вспоминаю, когда я... как вообще произошло мое знакомство с этим фильмом. Я не сразу его полюбил. Более того, я даже ушел с просмотра. По-моему, этот фильм показывался в 67-м году. Точно не помню. И он показывался еще в Старом доме кино. И первый кусок документальный, он произвел на меня колоссальное впечатление. Потом началось действие, вдруг мне стало скучно, и я ушел. И возвратился к этому фильму, наверное, года через 4. По-моему, даже после просмотра фильма «Жил Пьех Федрост». Значит, еще больше кусок прошел. И полюбил этот фильм, по-моему, навсегда. Сейчас, готовясь к встрече с вами, я его несколько раз просмотрел. Естественно, видео не дает богатства кинематографического кассета. Качество изображения очень контрастное. И пропадают все изобразительные обертона. Но это не имеет значения. Поскольку фильм содержит в себе очень сильное поступательное действие, и мощный поток внутри этого фильма идет. Мне кажется, что режиссер абсолютно отчетливо узнал, о чем он делает кино. Это может выглядеть парадоксально, и даже может кого-то насмешить. Как это так? Режиссер не знает, о чем делает кино. Но все дело в том, что мы, формулируя, о чем мы делаем фильм, часто фальшируем себе. То есть, ну, бывает, естественно, мы такую формулировку делаем для начальства, но самое главное, мы должны самим себе ответить, о чем мы делаем кино. Но это не будет ответ, что Вася полюбил Маню, они встретились, а потом появилась третья или третья, и они разошлись. Потом мы называем. Это фильм о любви. Здесь все другое. О том, как можно сформулировать качество фильма, его поступательность, мне кажется, заявляют его планы фильма, планы двух храмов в начале и в конце. Я вот задавал с вами студентам, тем, кто видел этот фильм, скажите, зачем понадобились режиссеры эти два плана? Причем снятых, удивительно снятых, великолепно. И первый, и второй. Причем они как бы разные по изобразительному качеству. Первый план, вы помните, там идет панорама от бутылок вина, стаканов опрокинутых, газет, бумага летает по траве, ее шевелит ветер. Медленно идет панорама вверх, мы видим, лошадь пасется, а дальше храм. И финальный кадр, который, казалось бы, ну ни при чем. Прозрачные, почти кристальные, почти стеклянные холмы в тумане. И в складках холмов опять стоит храм. Идет мощный гул колокола, мощные удары, удивительно еще и звуково сделанные. А перед этим план играющих на футбольном поле. Мико там со своими товарищами. Казалось бы, зачем ему понадобились эти два великолепных плана. Но мне кажется, что они-то и определяют, о чем фильм. Если определять его по самому высокому счету, то есть его можно определять как бы по ступеням, о чем фильм. Это фильм, можем сказать, о зарождении личности. Это фильм о всеобщей лжи. И как в этой лжи будет выживать человек. Хотя сделано это все на, буквально, ну, казалось бы, внешне на почти никчемной ситуации. Подумаешь, ну вино разлили. Не из того, будто фальшивое вино. Но как Атар сумел этот мелкий, почти незначительный, фальшивый момент превратить в глобальное явление? И вот эти два плана, они показывают, о чем этот фильм. О том, что человеческий поступок приобщает этого человека к вечности. Самый, казалось бы, незначительный. Он, человек, переступил, как бы, он обрел в себе мужчину, обрел человека, обрел достоинство. И через это достоинство он обретает путь к вечности. Вот, собственно говоря, почему Атару понадобилось вот это обрамление двумя храмами. Если бы даже и не было этих двух планов, фильм, как фильм, как действие, он бы, наверное, мало что потерял. Но эти два качества великолепных, это... Тут можно вспомнить Пушкина. Помните строчку «в обитель Бога», как «в соседство Бога», вот строка его, когда туда, в заоблачную келью, здесь эти мотивы и пронизывают эти два плана. «В соседство Бога скрыться мне». Знаю, что Атар и Асилиане невероятно любят Пушкина, и пушкинское начало в нем очень сильное. И мне кажется, что вот эта пронизанность чем-то другим, не интригой кинематографической, не интригой повествования, а какими-то иными, более величными мотивами делает сразу внутреннее действие фильма осмысленным и означенным. Вот перед тем, как встретиться с вами, естественно, повторяю, я посмотрел фильм, пытаясь понять его поступательность, его структуру. Он удивительно, как мне кажется, он удивительно хорош по своей композиции. Целость фильма хороша по своей композиции. Такое ощущение, как будто перед нами вот так развернули книгу, фильм зеркально отразился друг в друге. Начало, первая половина фильма, и вторая. Я условно делю, конечно, поскольку там внутри много разных эпизодов, которые не повторяются. Но в целом, просмотрев несколько раз фильм, я вдруг ощутил, что фильм как будто отражается, как будто две части фильма, они отражаются друг в друге. Только финальное отражение, оно иного качества. Вы помните? И вот опять возвращаясь к этой теме вечности, к этой теме поступка. Ну, то, что Атар любит предметы, предметный мир, это понятно, можно посмотреть любой его фильм, он просто дышит этим. И первая знаменитая панорама в квартире в семье Нико по вещам, по натюрморту, по стене и приближается к фотографиям. И на фотографии мы видим юношу, который сидит отдельно и не смотрит на окружающих, а вокруг стоят прекрасные люди, прекрасные женщины в длинных платьях. Но он один и независим. И казалось бы, зачем эта фотография? А потом в предфинале опять показывается эта фотография. И опять то же самое, тот же юноша сидящий, и опять его независимость. И получается так, что вот это вот возвышение фильма от бытового действия через эти дискретные точки к храму и делает композицию фильма удивительно стройной и плотной. По существу в фильме нет ни одного провала, ни единого пустого места. Каждый кадр имеет свою плотность, он стоит на своем месте. Все детали, в чем вообще режиссер бесподобен и удивителен, все детали на своем месте. И опять каждый из этих ученых-мужей завода понимает, они все друг другу брут. Они все умны. Они все прошли через свою жизнь. Но они принимают эти правила, и в эти правила должны войти новые люди. Собственно говоря, это еще как бы один из мотивов фильма. Вот эта тема постоянного возвращения, возвышения человеческой души, человеческого достоинства, она постоянно у Атара даже в переходах глав. Он разделил фильм на... обозначив каждую главу днем недели, и каждый переход сопровождается у него каким-то прекрасным грузинским романсом. А в последнем куске «Воскресенье» там романс повторяется даже несколько раз. Этот романс как бы... Он здесь уже, как внутренний голос самого героя. Хотя, повторяю, если сказать об этом самому герою, то, естественно, для него это будет удивлением. Это не удивление для самого автора. Он знает, куда вести героя, куда вывести эту драму. Этот фильм, как мне кажется, пронизан глубочайшим знанием классического искусства. В частности, Веласкиса. Вспомните композицию, когда сидят герои и по-настоящему выпивают и поют подлинные грузинские песни. Характер композиции очень прозрачно напоминает характер композиции раннего Веласкиса «За завтраком». Это такая классическая трёхступенчатая композиция. Там удивительно... Удивительен кадр ещё и тем, что в этом куске Нико, он приобщается к этим настоящим мужчинам, к этим людям с чувством собственного достоинства. И он сидит там в углу, где-то прижатый к ним, уже слегка захмелевший, и пытается попасть в их резонанс, в унисон с их голосами. Это удивительный кадр. И опять это невероятное чувство внутренней, лёгкой усмешки самого режиссёра. К вам опять к вопросу о строении фильма как кусков, отражённых друг в друге. Вначале, когда появляются на заводе эти два выпускника, происходит... Вы помните эпизод пришедшего за вином, как за каким-то... как за законно за ним закреплённым оброком с завода, и опять отражённый он же в финале, когда Нико запрещает выдавать вино. Опять эти два отражения. И строятся, казалось бы, на той же казуистике, на которой строится... Его ответ строится на казуистике. То есть так распорядился директор. На той же казуистике, которой пользуются учёные и великие мужи, руководители этого завода, когда он говорит, директор запретил. И опять удивительное строение. Антар строит драматургию этого куска финального, когда выясняется, что Нико влил в бут раствор с желатином. Директор его благодарит. И опять отражение двух эпизодов. Приходят два студента, разговор происходит под стук бильярдных шаров. И здесь ответ, и так называемая благодарность директора, когда он его похлопывает по плечу и говорит, спасибо, спасибо, ты правильно поступил. И опять всё это идёт под громкий стук бильярдных шаров. Вообще этот стук бильярдных шаров, он сопровождает русское искусство, русскую литературу. Полагаю, что вполне вероятно этот звуковой мотив мог попасть в фильм «Атара» из Достоевского. Помните, когда происходит разговор Ивана Карамазова с братом Алёшей, разговор этот происходит под стук бильярдных шаров. И встреча, преступление и наказание Раскольникова с... Он тоже оттуда. Мне кажется, что ещё один мотив есть, который связан так или иначе с Достоевским. Я с «Атаром» об этом не говорил, это было бы очень интересно узнать, хотя он человек, гуляющий сам по себе, хитро он не скажет. Но ещё один мотив. Помните, один из основных постулатов великого инквизитора Достоевского состоит в том, что мы будем знать, что нужно людям, этим людям, жалким и несчастным. Мы им и будем давать то, что нужно. Но мы будем знать об этом, что это не подлинное, но это им нужно. Собственно говоря, то, что сегодня происходит с нашим, допустим, телевидением, учёные, наверное, мужи, и денежные мужи знают, что это не подлинное, но это им даёт денег, кроме того, они знают, что это нужно, что это быстрее схватывает, быстрее съедят. Здесь то же самое. Эти, условно говоря, инквизиторы в белых халатах, они знают, где правда. Как тут не вспомнить слова Шекспира, кто может быть так глуп, чтобы сразу умысла здесь не увидеть, но кто посмеет показать, что видит. Это мотив очень серьёзный. И если вы думаете, что он относится только ко временам Сталинской инквизиции или постсталинской, ничего подобного, он относится к сегодняшней абсолютно ровно в такой же степени. Как бы специального приёма, который заставляет зрителей идти по этому пути, как бы внутрь кадра, а не по какому иному. Камера, она очень объективна и почти бесстрастна. Почти бесстрастна. На самом деле, невероятно точна. Если он снимает композицию сидящих у директора и дегустирующих вино, он её снимает таким образом, чтобы белые халаты превратились в белые накидки с капюшонами, и из этих капюшонов видны были одни голые. Вспомните кинокадры из Дрейера «Страсти Жанна Д'Арка». То есть, нет такого кадра, который бы просто проходил, который был бы просто прозаически снят. Это может быть самый тонкий способ делания кино, когда при внешней прозаичности изображения мы вдруг понимаем, что мотив внутренний, изобразительный, значительно выше того, что нам показывает экран. Это говорит о том, это делает кино более бесконечным по сравнению с иными эффектными фильмами, поскольку здесь по существу нет приёма. Любой приём, означенный в нашем сознании, он сразу же мертвит изображению, которое нам предлагается. Поэтому, естественно, самые эффектные фильмы, они быстро, они действуют на аудиторию, и сразу на огромное количество аудиторий, и мгновенно исчезает, как их и не было. Этот фильм, у него долгая жизнь, у него медленная, долгая жизнь. Я говорил о деталях, детали рассыпаны всюду. И опять повторяю, все детали пронизаны какой-то тайной иронией. И ирония – это не едкая. Она, эта ирония, скорее, сочувственная. И если он будет проводить, если он проводит любовную линию через фильм, он её делает так тактично, и не унижая женщину, он ей предлагает условия, но она отказывается от этих условий. Помните, когда героиня после драки у порога её дома, она стоит в темноте и слышит невероятной красоты грузинский романс, какой-то городской романс, который тоже притягивает к себе вечность и сам возвышается к вечности. И ей предлагаются эти условия, но она не принимает их. И тот самый обалдуй отар, который был нам показан как большой ребёнок, поедающий своё яичко утреннее, он уже в качестве хозяина расположился в лодке, и она за вёслами. То есть все взаимоотношения, как бы, все точки расставлены. Он рассказывает нам, что из чего растёт. Вспоминаю такую тончайшую деталь походку этой героини после разговора с её приятелем, ревнующим её ко всяким молодым людям, которые появляются рядом с ней, и вот ревнующий её к Никой и выговаривающий что-то. И помните этот уход? Ведь Атар, как человек опытный, как чувствующий изображение, чувствующий его тонкость, он не даёт агрессию изображения, агрессию действия, он даёт деталь, которая сразу превращает эту красивую женщину в жалкое существо. Она идёт в таких ботиках, когда у неё ноги заплетаются. И этой уже детали достаточно для того, чтобы понять всю ситуацию. Но деталь настолько тонкая, настолько растворённая в кинокадре, что её можно смотреть бесконечное количество раз, несмотря на то, что мы можем сказать, это почти приём. я вспоминаю что-то похожее проход актрисы Русланы в фильме «Мой друг Иван Лапшин», когда она идёт по снегу, она сходит с мотоцикла и идёт по снегу в своих туфлях, и она идёт как человек, который устал, которому обувь натерла ноги, поэтому она идёт вот так. Это свойство действительно режиссёров высокого плана, который не делает просто кинокадр, а у которых череда кинокадров имеет внутри, где-то в сердцевине очень такую плотную завязку. А звуки, ну, по-моему, вообще звуковая конструкция фильмов «Отара» это целая академия. Он умышленно не использует никогда композитор. И никакой специальной музыки для фильмов его не пишется. Он использует всю звуковую структуру, вот вся эта полифония, вот это и есть и музыка, и звук, куда входит, естественно, составными частями речь, звуки, натурные звуки этого мира, музыка как составная часть, но музыка как документальное действие, как часть документального звучания специально не пишет. Даже в фильме «Жилпевчий дрозд» он в качестве мотива музыкального он использует начало одного баховского мотива из «Страстей по Матфе». у него звучит несколько нот и они звучат как авторские герои, на самом деле это взят уже готовый мотив, но он использует это умышленно для того, чтобы сразу мгновенно возвысить героя. Вообще вот этот мотив возвышения он очень характерен для Атара и Аселяни, но пожалуй в фильме пастораль он этот мотив как бы присадил. У него уже нет там такого безоговорочного отношения к крестьянам, к селу, безоговорочного отношения к ним как к святоточию гармонии, в отличие скажем от Листопада, где пролог для него это как бы начало и Альфа и Омега и к этому постоянно как бы приравнивается весь фильм. Там постарали все значительно сложнее и это естественнее поскольку сознание развивается и вдруг автор понимает, что точки опоры и не там и не там а они где-то в другом месте где-то очень глубоко упрятаны в самой душе человека и это не важно приобщен ли он к крестьянскому труду или занимается трудом в городе эти точки опоры значительно глубже и сильнее но наверх далее первое название четверг следующий понедельник эти два названия разделяют 28 минут дальше понедельник суббот следующий глава 9 минут далее суббот воскресенье 6 минут воскресенье понедельник 4 минут понедельник воскресенье 2 минут 30 секунд и дальше воскресенье пятница 17 минут 17 минут когда герой решается на что и туда опять несколько раз я еще раз повторяю входят эти мотивы грузинский романс высокий хождение попытка пройти сквозь двери и ритм учащается он просто физически ощущается как герой приходит к одним дверям спрашивает своего приятеля к другим наконец входит в третьей двери а дальше режиссер уже добивает окончательно этого героя как бы весь мир вокруг ополчился и окурок он бросил и вместо в автобусе не уступил и дома в семье он уже приехал абсолютно раздраженный опять зеркальная композиция первый его завтрак перед выходом на работу и вечерний ужин перед днем когда им предстоит что-то решить и обратить внимание это сделано очень спокойно на общем плане и опять здесь невероятная любовь режиссера к своим героям он вообще удивительно наверное любит такое само понятие матери и понятие бабушки потому что здесь и та и другая присутствует в кадре и бабушка которая спокойно обходит она не пытается как-то воздействовать на своего внука она спокойно входит в стол собирая и уходит из кадра а камера как была на общем плане она только делает план чуть общей еще более успокаивая его и опять звучит прекрасный мотив под который мы видим фотографию где сидит юноша который что-то как-то непримиримо относится к тем кто стоят вокруг него этот умиротворяющий спокойный мотив в фильме такой мотив проходит через эпизод когда Нико сидит со своими новыми друзьями выпивает они закусывают и поют грузинскую песню а потом дальше идет эпизод вечер когда они стоят вдвоем и вдыхают аромат вечера и разговаривают и опять действие очень простое ничего там нет эффекта один другого просит закурить и с какой готовностью Нико ему дает эту сигарету вспоминается война и мир Петя Ростов который привез изюм в полк партизанам и говорит у меня изюм сладкий он готов поделиться этим мне кажется что здесь есть эти переклички хотя я не знаю повторяю не разговаривал с Сатаром думал ли он об этом скорее всего нет но дело в том что этот режиссер как человек высокой культуры он и не будет об этом думать это просто в нем живет это просто составляет это часть его состава человеческого а фильм делается по существу тут уже вопрос не о том даже о чем делать фильм а тут вопрос кто делает фильм а фильм должен делаться порядочными людьми что нехорошо я сказал понимаете тут ведь очень много мотивов вспомните занятия детей этого директора они тоже они тоже приобщены к интеллектуальной духовной жизни они тоже на фортепиано к бацу это он тоже играет глинку фальшиво но играет стучит рояль зачехлен как зачехлены эти люди тут много этих вот тончайших перекличек это относится не просто к звуковой стороне он звуковой стороной строит не фон фильма а звук концентрируется как бы на изображении а изображение излетается в звук но вот повторяю это свойство высокого уровня фильмов повторяю опять здесь нет ничего эффектного и слава богу что нет ничего эффектного если посмотреть как постепенно приближается как постепенно атар распоряжается крупностью планов а сам выбор крупности съемки композиции уже есть настрой и путь для зрителя и как постепенно камера обретает как изображение под камерой обретает силу и напряжение все происходящее у этого 49 злополучного бута оно уже снимается гораздо более плотно в гораздо более резкой тональности нежели все предыдущие куски и все предыдущие действия которые происходили у этой бочки даже незначительная фраза сказанная одним из очаровательных рабочих этого завода замечательный старик в этой полотняной полотняной какой-то куртке как будто он от плеч так вот висит в этой неизменной сванской шапочке даже его фраза замечательная прости нам Господи наше прегрешение и это тоже завязывает его с этими двумя планами то есть здесь нет ничего случайного здесь есть то что воспитано в самом режиссере его жизнью его культурой и то что он с абсолютной непосредственностью и силой вложил свое художественное произведение какие вопросы хотелось бы о смысле названия поговорить почему листопад я думаю что во многом это шло опять от любви Пушкина понимаете я уже говорил о том как бы в чем смысл жизни в чем смысл фильма как этот смысл сообщается со смыслом жизни я думаю что пушкинский мотив осени увядания этой резкой смены и вспышки яркой невероятной перед умиранием природы я думаю что здесь этот мотив был у Атара но листопад он не оказалось бы это название не имеет прямого отношения и в этом названии трудно прозреть смысл фильма ну и когда мы говорим об осени мы всегда говорим об этом с печалью и каким-то внутренним праздником от того что будут еще яркие дни но листья должны упасть и должна наступить зима а и круговорот совершается полагаю что листопад в названии листопад есть какой-то такой мотив думаю что опять если возвратиться к Пушкину это неторопливость его стихов забываю мир и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением пробуждается поэзия мне кажется что это неторопливость пушкинского начала пушкинского света эта неторопливость сидит в сознании режиссера по моему по моему я у него читал фразу он говорит что взяв только одну строчку пушкина можно делать чим редеет облаков летучие гряда поэтому я думаю что это название оно как бы расширительное оно оно ничего не обещает и в то же время когда мы говорим глядя на деревья листопад мы говорим о неумолимости движения о том что на смену одному состоянию приходит другое вот этот фильм как раз о определенности его поступка который связан в том числе и с ограничением поэтому этот фильм абсолютно с ограничением а вы не находите связи между цветом граната и листопада я вообще так я тоже люблю очень цвет гранат хотя видел только версии которую монтировал Виткевич и Параджанов везде говорил что это в общем не его версии тот полный фильм не видел у меня такой связи никогда не происходило но я люблю очень люблю фильм цвет граната и опять люблю его за вот эту возвышающую мотивировку за постепенное такое возвышение за приближение к вечному и он у меня во многом связанный с книгой скорби Григора Нарикоце это армянский монах который жил тысячу лет назад написал невероятные силы и невероятные образности книгу я думаю что Параджанов наверное не раз заглядывал в эту книгу хотя я с ним знаком не был не знаю так ли это но думаю что там переклички возможны но то что вы сказали есть ли между ними да есть возвышение к вечному это безусловно их эти фильмы родни достаточно вспомнить в фильме цвет гранаты когда по пашне вместе с ангелом уходят поэт и ангел вдруг поэт вдруг вспоминает что он забыл свой поэтический инструмент музыкальный ангел бежит хватает инструмент они идут по этой жирной земле нагретой теплой и тогда смерть становится не страшной и вот естественно зачем искусство можно в конце концов пробавляться тем что сейчас показывают по телевидению но как мне кажется эта попытка человека отделить от подлинного это преступление его как бы все время обманывают он привыкает к понятию смерти но только с другой стороны как к понятию когда ты можешь сам пойти спокойно убить мне рассказала одна моя знакомая что вот она была в церкви на исповеди у батюшки и он батюшка ей рассказал а да по-моему ей батюшка рассказал в общем к батюшке пришел киллер на исповеди сказал что он не знает что он уже на его душе уже несколько убийств он не знает что делать кто-то ему сказал как что делать отказаться я не могу меня убьют он говорит ну и пусть вот это подход батюшке не то чтобы ему безразлична его жизнь но он знает какие-то другие более потаенные смыслы поэтому он так сказал в конце концов за свое преступление ты должен расплачиваться в конце концов ты все равно умрешь значит тут только речь идет о достоинстве и ответ батюшке он полон достоинств на самом деле так вот фильм местопад он весь пронизан человеческим достоинством я знаю для Атара самое большое самое большое как бы ну самая такая пренебрежительная оценка человека он дурно воспитан я знаю это его фразу то есть под этим берется все поэтому не случайно этот эпизод когда утром этому здоровому обалдую подают завтрак и он как малое дитя подчиняется все равно и становится тираном в результате то есть пожалуйста а вы видели фильм вакантное место Романа Ольги? нет дело то что он очень похож и там буквально один в один разрушает любую математику мне кажется что это и делает фильм невероятно живым это действительно невероятно что прошло уже 30 лет а фильм остается живым и свежим какой он появился тогда когда рассказывали о своей любви и постоянно не было страниц где инцитировался Гринзенштейн или святая троица Добженко и Зинштейн и Кудовкин то сейчас наоборот прямо противоположный ну правда вышел вперед вышел Добженко и каждый теперь говорит о том какой великолепный фильм Земля который действительно шедевр но это уже в смысле неизменный а уже потом спустя много лет когда я узнал божественные рисунки сделанные он рисовал конечно невероятно выразительно но его последние рисунки когда у него уже не было возможности ни малейшей возможности даже приблизиться кинул то с вами спросить о звуке мне кажется что в фильме существует три очень четких музыкальных мотива которые стоят в каком-то конфликте это во-первых вот те романсы о которых вы сказали во-вторых духовой оркестр который повторяется постоянно да и третье это московское радио да и экскурсии вот совершенно идиотские которые да вы не могли бы это как-то прокомментировать ой вы знаете я об этом записал для себя вот этот переход вы абсолютно правы это завод винодельческий там постоянно идет этот мотив советского радио и там и поют частушки там и Русланова выступает там и кто-то соц. обязательства берет кто-то рассказывает о своих творческих достижениях это действительно один мотив мотив этого марша и мотив мотив естественно грузинских песнопений и грузинских романцев чудный и естественно вот этот вот мотив в детском исполнении глинковского этюда фальшивом исполнении и он в свою очередь перекликается еще с мотивом когда идет герой этот татар идет к своей как бы даме сердца и он идет опять звуково там помните мужской голос под разучивает гаммы ба-ба-ба-ба-ба-бам то есть идет опять это не случайно поставленный мотив в этом конечно внутренняя едкая ирония содержится что он как обалду и был он так и останется но станет в конце концов в будущем окончательно подлецо тут никаких нет сомнений но понимаете я повторяю я не настолько подробно занимался у меня просто не было времени хотя я с наслаждением пересмотрел несколько раз фильм понимаете было бы замечательно сюда бы отара и оселяне пригласить чтобы он об этом рассказал я думаю что наверняка он это все эти свои мотивировки отчетливо помнит и сможет рассказать все вот эти волны и пересечения с изображением но то что это построено абсолютно сознательно это безусловно и в этом смысле звук здесь являет такую же силу как собственно само изображение вы знаете знаете я тоже не люблю бергам хотя 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 я абсолютно отдаю отчет в том что он режиссер конечно выдающийся и но мне не нравится его жесткость и раскаленность его действия до предела он как бы не оставляет надежду это это не всегда знаете когда режиссер жестко и с упоением рассказывает о безнадежности ситуации мне кажется что это не самый высокий подвиг его творческий доска и все объяснял так сказать на пальцах хотя легче было бы нарисовать схемы и дальше как бы дать понять как разворачивается фильм но теперь уже так вот здесь сказка сказок надо только намотануть ее она не сначала нет нет сказка сказок там через через час это кусок передачи еще 30 минут а все на одной косе и ролик нет рекламный вопрос про зрителей но мне даже странно я не из-за естественно не из-за амбиции а просто он так часто фильм показывается что странно что вы попросили этот фильм лучше бы мы с вами вы бы могли фильм посмотреть другой раз а мы бы с вами лучше продолжили разговор но так то что мне сказать чем предварить этот фильм фильм 79 года делался в соответствующие времена в этом смысле все нормально и естественно на времена я не жалуюсь поскольку несмотря на крутизну времен кино все равно было сделано и сделано было без всяких поправок на время и на все требования которые сопровождали работу над фильмом я имею ввиду все предписания госкино с которыми вы сталкиваться не будете но я еще не знаю хорошо это или плохо может быть что это плохо поскольку всякого рода вот такая война и желание отстоять свое и свою личность совершенно определенно воспитывает человека и готовит его совершенно иной жизни некое понятие свободы как бы без берегов оно делает человека наоборот по-моему анемичным размягченным мягкотелым и не способным ни на какое сильное действие на сильный поступок в этом смысле есть и свое своя как бы положительная сторона и у цензуры как таковой если естественно она не сопровождается обыском и приводом в КГБ это уже совсем другое я говорю о цензуре когда она тебя заставляет по-иному и более остро мыслить то есть как мне кажется должен быть и работа художника должен сопровождать момент самоцензуры можно назвать это по-другому но вы понимаете о чем речь идет это о некоем постоянном внутреннем контроле о некоем измерении своей работы с тем контролем который был сделан еще за много сотен лет до твоей жизни и этот контроль он абсолютно безупречен устоявшийся во времени и он является как бы мерилом этой самой цензуры кроме того еще как мне кажется должен быть должен присутствовать человеке такой в творце в творческом человеке занимающемся вот этой работой паденной должен быть еще присутствовать момент ограничения возможностей при работе фильмом или другим каким-то художественным произведением и этот момент состоит в том я об этом постоянно своим студентам говорю на курс он состоит в том что в возможности дойти до уровня когда ты уже не способен это сделать мне кажется в этот момент если вы действительно ощущаете в себе необходимость сделать то что в вас зреет и что вы не можете осознать а можете только почувствовать и вот эта вот необходимость сделать пройти как бы через невозможное в результате проявляет в результате этого ограничения проявляет в тебе подлинно творческую работу работу сопровождаемую подлинно сильным волевым творческим натиском в момент невозможности сделать желаемое возникает проявляется и пробуждается как мне кажется в человеке силы которые вдруг ему самому этому автору предлагают творческие выходы из этого напряжения такие о которых он и не подозревал и вот это и есть момент самоцензуры как только возникает момент легкости и абсолютной возможности или все дозволенности в этот момент художник теряет себя у меня такое к этому отношение поэтому повторяю и у цензуры есть своя как бы благая сторона должен сказать что вот очень много в свое время говорили по поводу Андрея Рублева что вот цензура его там терзала цензура терзала в том смысле что не выпускала на экраны это вообще чудовищно для художественных произведений а уж фильм комиссаром по-моему лет 20 пролежал его почти никто не видел но я не об этом говорю я говорю о том что те сокращения которые были предписаны режиссеру и которые он в конце концов сделал они пошли только на пользу фильма в результате он как бы себя ограничен я видел тот вариант который показывался как бы полный вариант который в известной степени не доделан там были по-моему бракованные планы со звуком не все он показывался он не знаю он минут на 30 или на 40 был больше вариант Андрея Рублева который мы знаем но тот вариант который мы знаем он более плотный более с большим удельным весом он более как бы ответственен то есть как мне кажется Тарковский там мог говорить скорее для красного словца или может быть для некоего сочувствия о том что не было возможности не дали или тот вариант выпустили на экраны но такое ощущение что внутренне он был более готов и более согласен с тем вариантом который в результате появился нежели с тем который недавно нам всем показали под названием страсти по Андрею так что тут есть своя благость я вспоминаю как-то был на занятиях Атара Аселяни на курс просто пришел послушать его разговор со студентами мне ужасно понравился этот разговор ведь Атара Аселяни как режиссер он невероятно опрятен в своих фильмах они у него не расхлябаны они у него очень стройно выстраиваются то есть он их строит действительно как собор и из стен ничего не торчит что не нужно и не имеет отношения к этой строгой архитектуре вот я помню он рассказывал о том как сокращал фильм Пастараль вот был как постепенно у него сокращалось этот фильм я сейчас не помню по каким от какого времени до какого он сократился но вот он рассказывал как он искал эти моменты сокращения я вспоминаю его рассказ об одном общем плане в этом фильме Пастараль где героиня когда уехали музыканты и героиня она ходит по комнате и там что-то подбирает какие-то детали что-то там ноты или газеты что-то оставшееся после них и вот Атара сказала что это было снято все статичные камеры на общем плане героиня ходит и дальше он говорит и мы стали сокращать этот план и вот в этот момент сокращения проявился как бы новый подход новые ощущения пространства внутри кинокадра правда то что он рассказывал нам как мультипликаторам это было уже знакомо я помню что мы сидели с Федоровичем хитруком рядом и только переглянулись когда он об этом рассказал а рассказал он следующее вот он говорит мы все не знали как здесь сделать сокращение и он говорит мы находили такие пути и повторяю это очень мультипликационные ходы допустим героиня где-то там подошла наклонилась а поднимается она уже где-то в другом месте ну у него по действию было видно снято все это длинным куском когда она ходит по комнате но вот эти вот дискретные моменты когда он как бы ставит внимание зрителя перед свершившимся фактом вот движение вот движение он завязывает движение некой дугой наклонилась поднялась но уже поднялась в другом месте то есть вот эти вот внутренние строения внутренний закон который он сразу как бы для себя выводит и по этому закону он уже не просто как бы волонтаристки так разбирается с этим планом и что не нужно и что лишнее по времени он просто выбрасывает нет это сокращение абсолютно осмысленно и более того это дает ему как бы внутреннюю программу для работы над следующим фильмом когда он может вот это вдруг случайно открывшийся момент употребить для следующей работы вообще вот эти вот открытия они ведь часто очень сопровождаются и возникают в вещах абсолютно ну казалось бы не предусмотренным говорят о новой волне французского кино в 60-е годы и все прочее и говорили о новом монтаже о свободе совмещения действия о том что можно действие здесь и монтировать как бы в любом месте на самом деле все очень просто снимали на денег не было снимали на пленке какой-то кусок пленки допустим 20 метров стоил дешевле значительно и он употреблялся для других нужд а его употребили для кино снимали на других на другом метраже пленки что естественно требовало в действии это развивается пленка кончается значит засаживает новую кассету и дальше идет действие потом когда клеит возникает новый эффект развития действия который о котором потом там кинокритики напишут что вот появилась новая волна на самом деле понимаете она проявляет она у подлинного режиссера он как бы видит этот закон и он уже начинает идти за этим законом и его внедряют уже в себя то есть обстоятельства рождают необходимость того или иного действия вот собственно говоря как бы формула некой внутренней цензуры которая проявляется обстоятельствами для игрового кино ну собственно говоря я и не думал даже о мультипликации как таковой я просто это чистая игра воображения и я для себя придумал я об этом уже говорил и писал я придумал такой кадр естественно это было связано с моим домом с Мариной рощей где я жил с тем что меня окружало с самим воздухом этого района это был такой район сейчас там не осталось все камни на камне это был район который можно сейчас наверное увидеть где-нибудь в Костроме там ну в каких-то небольших областных городах двухэтажные дома каменный низ бревенчатый верх такая классическая форма домов много деревьев бульвар фонари горящие в кронах деревьев что само по себе очень поэтично шум грузовиков мост через железную дорогу булыжный вот когда все это ушло я уехал оттуда у меня не захотелось сделать кино то есть захотелось зафиксировать собственно говоря захотелось зафиксировать свою память я для себя сочинил такой сюжет что приезжают одновременно всем моим соседям дают ордера на выезд из этого дома и осень и прежде чем разъехаться все таки люди давно жили в этом доме через дом прошла история решили все собраться и последний раз посидеть как часто это бывало в коммуналках там было много ужасно отвратительного но и было много праздничного и часто в общем и помогали люди хотя было много омерзительного и гадкого и стукачи и все что сопровождало нашу жизнь но когда проявлялось человеческое то человеческое проявлялось в очень такой сильной форме и вот я себе представил такой кадр когда расставили посреди двора столы и накрыли их одной большой скатертью и за этим столом собрались все все кого я знал и кто уже умер и я себе представил что вот через этот в этот солнечный осенний день люди сели за этот стол и в этом перекрестном разговоре между ними как бы постепенно история история этого дома и история страны поскольку если вспомнить замечательные слова и очень точные слова Генриха Гейна что под каждой могильной плитой покоится всемирная история так он относился к человеку в личности то здесь собравшиеся это тоже есть кусок истории и вот в этом разговоре который возникнет всплывут многие сюжеты этого дома и постепенно это все начнет растворяться в этом разговоре и мы пересечется все и те кто жив сейчас и кого нет но кто сидит здесь за столом а потом все это да и может закончиться пьяной дракой поскольку это было вот а потом приехали ехали грузовики погрузили мебель все разъехались а столы так и остались и наступила тишина с фырчанием уехали наступила тишина и падают листья а потом задул ветер и засыпал этот двор просто по пояс листвой и скатерть рванул из этих столов полетела и улица начала с края загораться и подниматься в небо как провозик детский и так сгорая она и ушла в небо и осталась одна обугленная пустыня на которой опускается белая скатерть в чем это у меня в раскадровке даже есть сейчас вот я смотрю раскадровки много вариантов вот это было придумано тогда просто как действие еще не было ни волчка ни этого зимнего эпизода а просто вот такой вот сюжет и поэтому на меня зеркало подействовало в том плане что но ведь это значит можно делать он как бы раскрепостил сознание вот в чем благое как бы вообще как бы благая миссия этого фильма зеркало вот а фильм делался абсолютно в полном соответствии как бы с тем с моим внутренним ощущением и с моим сознанием причем причем здесь случились вещи несколько парадоксальные то есть пересечения были почти прямые потому что когда мы выезжали из дома то сарай сгорели где было все имущество и дрова которыми топили печи в доме действительно сарай сгорели это получил это как бы получается что-то не прямая цитата из фильма зеркало но сарай сгорели и сгорело все имущество и сгорело все мое детство и можно было бы здесь только просто с мебель там лежат стулья в костре и все это сгорает мгновенно я бы конечно мог это сделать гораздо подробнее поскольку там сгорело мое все и все и осталось только черное место так что здесь получилась проекция сознания на реальность проецировалась на мое сознание только уже в самой реальной форме вот собственно говоря как бы начало толчок для этого фильма но повторяю я не думал вообще о фильме я просто думал о некоем вот образе и для себя фантазировал это это действие но могло ли оно случиться в кино или нет я об этом даже и не задумывался у меня много осталось как бы таких идей о которых я думал и потом в сторону они отодвигались но впечатление память о них она все равно переходила во что-то и где-нибудь в фильмах она оседала и до сих пор продолжает оседать и в шинели оседает и мне представляется как бы если буду жив и здоров будущие фильмы с фантазиями которые идут еще вообще от момента когда я не задумывался над кинематографом как таковым поскольку я больше любил живопись это было проще это все не связано с с суммой производства и связано только с самим тобой и с твоим болевым усилием это конечно проще и свободнее и легче кто будет писать музыку для фильма Мироич умер Мироич умер и к сожалению как только мы должны были начать с ним работать и буквально мы с ним говорили на неделе за две до его смерти он говорит я кажется теперь понял что вы хотите почему вы так на меня ругались и все и так произошло в общем но сейчас мы работаем с этим композитором и мне кажется что находим общий язык и он по-моему заразился этой работой это композитор Александр Бакши он театральный в основном то есть у него есть конечно и сочинения для ансамблей для камерных оркестров то есть такие станковые сочинения музыкальные но он работает в театре много я не знаю кто-нибудь может быть из вас слышал о спектакле по Кавке который сделал Валерий Фокин в театре Райкина кто-нибудь да вот там музыка Александра Бакши он же писал музыку для спектакля номер в гостинице никто не видел нет нет у Фокина у Фокина да тоже Фокин но у него нет своего театра и поэтому вы видели нет только вы видели но это очень хороший кстати спектакль очень такой он очень камерный он хорошо сочинен вот мы таким образом познакомились с композиторами мне кажется что мы с ним найдем общий язык в этой работе вообще работа с композиторами очень сложная то есть конечно она легкая если сказать здесь мне пожалуйста тему печали здесь неразделенной любви здесь тему зарождающего советского чувства и так далее ничего легче нет легче работать так когда речь идет о неких внутренних струнах которые держат композицию ну знаете как скажем вот консоль большую ее нельзя просто держать на чисто механическом соединении она должна держаться на внутренних тросах натянутых и здесь должен быть расчет вот музыка звук это все то что делает внутреннее натяжение внутри в фильме и не дает ему упасть вот мы говорили о фильмах Хатар и о Селяне как у него плотно и очень продуктивно продумана вся звуковая все звуковые тайные такие вот щеловые ходы это это чрезвычайно трудная и тонкая работа поэтому с композитором здесь нужно найти такое такое совмещение чтобы ему не надо было просто сочинять некую красивую мелодию что часто бывает просто некий абстрактный музыкальный поток а необходимо чтобы каждая нота была сопряжена с общей музыкальной с общей видовой строкой то есть чтобы все это входило в одно целое чтобы кинематографический знак который даем чтобы он себе сразу содержал звучание будущее это работа чрезвычайно сложная и сюда еще можно присоединить и как бы всю драматургическую сумму то есть как каким образом будут соединяться уже многие эпизоды и соединяться таким образом чтобы так или иначе но в фильме внутри существовало эхо вот опять возвращаюсь к фильму листопад вот в этом фильме есть эхо и поэтому наверное он такой это бесконечное эхо где-то я читал что внутри пирамид существует эхо уже которое крутится там много тысяч то есть с тех пор как построена пирамида там внутри эхо крутится то есть оно так и идет и сигнал не умирает вот мне кажется что внутри фильма вот это эхо оно должно быть и чем более это будет насыщено тем лучше для как бы долговечности фильма спасибо и теперь два слова перед рекламным ну реклама это понимаете это наш заработок поскольку жить сегодня очень трудно и когда появилась реклама возможность сделать рекламу появилась в тот момент когда мы вообще сидели без дела а это нам позволило выжить это реклама русский сахар такая фирма была она правда уже рухнула но это со мной не связано они были очень довольны рекламой но они сумели показать только одну у них потом не хватило на три остальных у них даже не хватило денег хотя нам они все заплатили но у них действительно не хватило денег в это время их расчет продажей сахара был неполным они не учли что может появиться конкурент по более дешевой цене конкурент пришел с Украины и перекрыл кислород на уже их затраты но что делать бизнес это там одно а там три здесь четвертая украина украина и украина Торговый дом. 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 Торговый дом.